МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник на всю округу. Самый народный проект в Беларуси придал в Бобруйск. Мне нравится здесь. Чем запомнился первый день марафона единства? Новые вехи градостроительства. В городе появится новый микрорайон. Полотно будет из бетона, 4 полосы движения. Где вырастут многоэтажки. Информационная безопасность. Мошенники обновляют схемы обмана. Много знакомых, мы их столкнулись с такой проблемой. Как не стать очередной жертвой? А также здоровье под контролем. И в тот год осенняя погода. Дождь, снег и порывистый ветер обещают синоптики на выходных. Пора ли доставать шубы? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Без убытков. Итоги работы организации торговли за 9 месяцев рассмотрели на заседании Бобруйского горисполкома. Во внимание также медицина и образование. В городе сформирована достаточно развитая торговая инфраструктура, которая позволяет комплексно удовлетворять потребности населения в товарах и услугах. В Бобруйске насчитывается без малого 3000 торговых объектов и 297 общепитов. Организациями торговли города за январь-август получена выручка от реализации продукции в размере 266 миллионов или 117 процентов в соответствующем периоду 2023 года. Мы получили прибыль от реализации продукции в сфере торговли, составила 6,2 миллиона или 187 процентов к соответствующему периоду. Чистая прибыль от реализации торговли за 8 месяцев текущего года возросла в полтора раза. На первые сентября убыточных предприятий нет. При этом любые точечные недочеты тут же исправляются. Исполнение задач на контроле председателя. Действительно прекрасные магазины, но они еще не те прекрасные магазины, которые есть в Минске. А города 80+, в том числе город Бобруйск, должен стать лучше городом страны. Второй вопрос в повестке дня – выполнение мероприятий госпрограммы «Здоровье народа» и «Демографическая безопасность». В городе на Березине созданы условия для планирования семьи, охраны материнства и детства. Активно проводится работа по профилактике различных заболеваний. Внедряются современные методы диагностики и лечения, высокотехнологичные виды медицинской помощи. Усилены меры профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований. Разработаны подходы к проведению диспансеризации взрослых. В этом году ей подлежат более 136 тысяч человек. На популяризацию ЗОЖ направлены профилактические проекты. На постоянном контроле вопрос обеспечения качества, безопасности и сбалансированности питания детей. Ежегодно со стороны органов управления образованием принимаются меры по укреплению материнской базы пищеблоков. По состоянию на 28 октября приобретено 136 единиц технологического, холодильного и прочего оборудования. Что в 4 раза больше, чем предусмотрено планы мероприятий по обновлению и переснащению пищеблоков на 2024 год. На заседании госполкома были рассмотрены также и другие сопутствующие вопросы, по которым приняты конкретные решения. Душой едины. Культурно-патриотическая акция «Марафон Единства» прокладывает маршрут по всей стране. На два дня эпицентром праздника стал Бобруйск. Масштабная программа удивляет разнообразием громких событий. Обо всём по порядку. Далее. Этот день настал. Самый народный проект Беларуси в Бобруйске. Участников «Марафона Единства» со всем радушием встречает директор Белшины. В музей с жизнью именитого предприятия знакомятся блогеры. Звёздные гости засыпают и вопросами, и массой эмоций. Руководство не скупится на занимательные факты и, конечно, памятные подарки. Мне нравится здесь. Уже начало, но просто очень круто. Вот самая большая шина. Я хочу посмотреть, какого она размера и какая там длина. По кольцу впечатлений. На производстве шин контента для блогеров хоть отбавляй. Готовая к любым поворотам, участники «Марафона Единства» ретива исследуют все этапы производства. От участка, где собираются легковые шины с посадочным диаметром 15 и 20 дюймов, до выставки, исполняющей маленькие большие мечты. Я только что увидела большую шину. Это очень классно. Она размера больше мамы, больше меня, больше всё просто. Представьте, какая машина должна быть огромная, чтобы на такой шине ехать. Это, конечно, впечатляет. Знаете, это настолько поставлено тут вот это всё производство, что мы просто, как обычные люди, пришли, открыли рот и восхищаемся. Дай Бог процветанию этому производству. Вырываемся на первые лидирующие места. Я думаю, у нас всё получится у белорусов. Только вперёд. «Сладкий марафон» продолжает насыщенную программу блогеров экскурс по красному пищевику. На конвейере воздушное лакомство так и тянется на дегустацию. Это мечта каждого ребёнка здесь побывать. И вот сегодня как раз моя детская мечта исполнилась. У меня сегодня ощущение, как будто я попала в фильм «Чарли и шоколадная паблика». Очень похоже. И, знаете, в преддверии совсем скоро Новый год, поэтому эта вся атмосфера сладостей прекрасно просто завораживает. Залипательный процесс. По вкусу каждому приходится и искусство создания зефира ручной работы. Звёздным гостям раскрывают вкусные секреты. Уже в декабре с новой линией на прилавке будет отправляться импортозамещающая сладость. Я вообще об этом не знала. Вижу, это первый раз. Только что зашла и говорю, господи, это что делается всё вручную. Каждая зефирка. Я думаю, это вообще безумно круто, безумно классно. Вот. И попробовали сейчас зефирку. Сказали, что её нигде нельзя только попробовать. Там ещё, знаете, шоколад такой плавленый, не застывший. И это очень-очень вкусно. Сердечный приём. С хлебом с солью Бобруйска Громаш радушно встретил гостей марафона из Минской области. Творческие коллективы не только наслаждаются искренним гостеприимством, но и воочию лицезреют, как создаётся знаменитая сельскохозяйственная техника, известная не только в республике, но и за её пределами. Вот сейчас мы здесь находимся, насколько видно нашим детям, интересно, всё организовано. И очень классно, что в такой короткий промежуток времени можно ознакомиться с очень большой информацией. Есть такая огромная техника, которая постоянно на слуху, и мы её постоянно видим. Но как это производится, и где это вообще в Беларуси, эти масштабы производства, так никогда не задаёшься вопросом, и в обычной жизни никогда не сталкиваешься с этим. А вот в рамках марафона, в рамках вот этих вот поездок между областями, обменом, каким-то знакомством, и получается, мы приехали и видим этот масштаб, где это производится, это очень, конечно, интересно. В центре праздника и Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. Незабываемую атмосферу создаёт концертная программа «Разом працуем, разом спеваем». Перед таким наплывом харизмы белорусских исполнителей не в силах устоять даже работники завода. Сегодня танцуют все. Пока у артистов прекрасные, артисты шикарно выглядят. Мы, конечно, очень рады, что они посетили наше предприятие. За 36 лет ни разу такие звёздные не приезжали к такой концерт, никогда не устраивали. Это позитивно. Мне нравится. Энергию даёт. Вот аж прям хочется встать за этот станок и работать, где это моё рабочее место. Для наших рабочих, ну, своеобразный праздник. Всё-таки люди постоянно в работе, поэтому, ну, для людей, конечно, это праздник. Креативный подход. Сразу в трёх учебных заведениях города с размахом проходят ни скучные, ни лекции. В аграрно-экономическом колледже с первых минут главный спикер завоёвывает внимание учащихся. Философскую и актуальную тему выбора поднимает заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. Тон диалога подхватывает и председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель. Кстати, выпускник аграрно-экономического. Потом Боярка был, это строительные конструкции преподавал. А Териха был, это экономику преподавал. Дворецкая Галина Марковна была, помню, всех преподавателей. Неформальное общение с элементами игрового интерактива. Розыгрыш билетов на концерт «Время выбрало нас». Занимательные факты и, конечно, чувство единения. Всё это не скучно, не лекция. Громкий аккорд – музыкальный сюрприз от молодого дуэта. Белорусский хит исполняют хором. С пустыми руками никто не уходит. Память о по-настоящему не скучной не лекции будет хранить символичный сувенир. Мероприятие было довольно интересное. Узнали много полезной информации. Узнали, что выбор всегда нужно делать осознанно. Всегда предвидеть последствия своего выбора. Это всё очень занимательно. Мы хотели бы, чтобы такие мероприятия на учреждении нашего образования проводились намного чаще. По-настоящему вся лекция, все моменты были настолько интересными и увлекательными. Помнить прошлое, ценить настоящее. Яркой точкой на карте марафона становится масштабная выставка Белта «Беларусь. Взлёт». В 40 снимках наглядно продемонстрирована разница между 1994 и нынешним годами. Помимо фото на стендах – газетные вырезки с говорящими заголовками. Благодаря им чётко прослеживается путь государства длиной в 30 лет. От первых робких шагов в суверенной республике до сегодняшнего дня. Мы хотим, чтобы мы вспомнили, как это было. Чтобы мы поняли, какой путь прошла страна за 30 лет. И эта выставка очень логична на марафоне единства. Потому что, когда государство двигается, мы должны быть все вместе. Мы должны быть едины для того, чтобы происходили правильные, нормальные процессы. Не войны, не катастрофы. А жизнь, работа и созидание. Действительно помним, как было и как стало. И очень, конечно, заметно. Я вот посмотрю, да, действительно, и детские сады, и школы, и поликлиники. И, ну, тут, конечно, информации очень много. Всё очень интересно. Очень интересно. Да, Беларусь наша, действительно. Мы очень гордимся ею. Как ты смотришь на это всё, и просто душа радуется. Хочется сохранить, приумножить наше богатство, нашей страны. Вспоминаешь детство, да, было не очень легко, не очень красиво. Даже по некоторым фото мы видим. На самом деле у нас очень красивая страна, очень замечательные вещи. Где-то будоражит внутри такое вот восприятие, что не хочется повторить. Не хочется, чтобы с каждым годом было всё лучше, лучше и лучше. На струнах души настоящим хитом становится выступление президентского оркестра перед учащимися и педагогами детской школы искусств имени Аловникова. Именитые музыканты проводят мастер-класс, исполняют знаменитое произведение, раскрывают секреты своей работы и дают напутствие будущим звёздочкам. Один из принципов обучения – это наглядность. Это живой пример, да, когда такой человек, как я, говорят, неплохо играет, да, приехал, немножечко поиграет для детей, но в то же время ещё и пообщается с ними, расскажет какой-то свой творческий жизненный путь, соответственно, привлечёт внимание. Потому что артист иногда бывает на сцене как за ширмой, энергетической ширмой. Но если ты общаешься с молодым поколением, то это уже совершенно по-другому воспринимается детьми. Споём вместе. Уже 16 ноября силой белорусского творчества удивят именитые артисты Белоруссии. Руслан Олехно, Алёна Ланская, группа «Аура», «Белорусы». Все звёздные карты будут раскрыты вечером субботы. Концертную программу скрасит и слаженность творческой работы заслуженных коллективов страны. Среди двух десятков исполнителей есть и бобруйчане. На внешней площадке Бобруйск-арены в 20 часов стартует дискотека «Зефир-ФМ». Продолжит работы фудкорты от самых лучших брендов страны. На два дня Бобруйск стал в буквальном смысле эпицентром культурных событий. Присоединиться ещё есть время. Елизавета Липеева, Юлия Вернер, Павел Зуев, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Расширение горизонтов. В Бобруйске появится новый микрорайон. Летом внимание бобруйчан привлекли работы, которые начались недалеко от Бобруйской центральной больницы. По установленному плану от перекрёстка улиц Ульяновской и Гагарина в направлении Минского шоссе должен появиться участок дороги протяжённостью около 1700 метров. Полотно будет из бетона, четыре полосы движения, то есть две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Пешеходные связи, велодорожки, то бишь полностью вся инфраструктура, как для автомобилистов, так и для пешеходов, велосипедистов, которые перемещаются на средства мобильного передвижения, граждане. Что касается стоимости проекта, общая стоимость проекта составляет 22 миллиона белорусских рублей. При выходе на Минское новый участок дороги предусматривает создание кольца разворота. Кроме того, по проекту вокруг будет развиваться микрорайон Еловики. Помимо многоквартирных жилых домов, здесь появятся объекты торговой и социальной инфраструктуры. Главная задача мошенников – убедить отдать деньги. Задача правоохранителей, специалистов банка – предупредить и оградить от необдуманного шага. Теории и практика в нашем материале. Здравствуйте. Это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. От вашего имени поступила заявка на кредит. Ваш сын попал в беду. Редко кто из нас не получал телефонные звонки подобного содержания. Хотя многие люди понимают – это фразы мошенников. Не нужно вступать с ними в диалог. Я, конечно, лично не сталкивалась с этим, но много знакомых моих столкнулись с такой проблемой. Психологически люди просто давят, наверное, на добродушных людей. Поэтому так и происходит. Втираются в доверие и все. Один раз мне позвонили действительно с такого номера, представили сотрудниками банка. Но поскольку я знаю, что зачастую сотрудники банка не могут так звонить, точнее вообще не могут таким образом звонить, я сразу положил трубку и не продолжал разговор. Мошенники могут представляться и сотрудниками правоохранительных органов. Фамилия, имя и отчество мнимого капитана милиции общественной безопасности Иванова Ивана Ивановича могут быть вполне реальными. А еще мошенникам могут быть известны о вас некоторые подробности, которых не найдешь в открытом доступе. На то и профессионалы. Это хорошие психологи, которые вам звонят, начинают с вами разговаривать, понимают, что вы ведетесь на их уловку, не уточняете какие-то установочные данные. Ну и, соответственно, и сами иногда бывают в процессе разговора, рассказывают информацию о себе. Главный принцип схемы был, есть и будет ваше сбережение, персональное данное или кода доступа к онлайн-банкам. Самые популярные способы. Первый – предложение заработать сразу и много. Для этого надо тратить в день по 15-20 минут и можно сколотить состояние. Аферисты вводят клиента за нос до тех пор, пока тот не захочет обналичить заработанные деньги. Разумеется, сделать это невозможно. Обратной связи уже не будет. Тут-то человек понимает, что его развили, но уже поздно. В конце прошлого года заявительница решила вложить свои сбережения в цифровую валюту. В этих целях потерпевшая установила на свой мобильный телефон специальное приложение для торгов на бирже, куда и переводила свои деньги в надежде позаработать. В интернете пенсионерка нашла специалиста, который пообещал помочь с ее вопросом. Второй способ – припугнуть человека на том конце провода, что его родственник совершил уголовное преступление. Эта схема самая старая. Бабушка, из-за меня пострадал человек, который внезапно сменяется настойчивым голосом фальшивого следователя. Нет времени на размышления, и вы уже готовы передать деньги курьеру, который якобы стоит у вашей двери или вот-вот подойдет. В октябрьской РВД Витебска с заявлением о мошенничестве обратилась 69-летняя витебчанка. Ей позвонил незнакомец, представился правоохранителем и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Избежать уголовной ответственности предложил путем передачи денег. Курьер забрал у пенсионерки 10 тысяч долларов США. В ходе проведенных мероприятий сыщики установили личность подозреваемого. Запомните, в таких случаях вам следует положить трубку и позвонить своему родственнику, который, скорее всего, будет удивлен узнать о происшествии. Надо понимать, что, конечно же, мы имеем дело с профессионалом, причем чаще всего это не одна, не один человек, а группа лиц. И, естественно, они и учились, и специально разрабатывали такие методики, которые бы позволяли бы им получать обогащение здесь и сейчас. И эти методики направлены на любой тип личности, на любого человека. То есть любой из нас может быть подвержен их угрозе. Третий развод. Жертве звонит опять-таки сотрудник милиции или служба безопасности банка и сообщает, что третьи лица взломали его личный банковский кабинет. Вариантов может быть несколько. Главное, как можно быстрее снять все деньги со своего счета и перевести их на безопасную финансовую ячейку или резервный счет. Не надо разговаривать, надо перезвонить в банк. На каждой банковской карте указан номер телефона, перезвонить по данному номеру, уточнить данную ситуацию. Я думаю, люди все-таки в какой-то степени начинают очень сильно переживать по поводу своих средств, которые у них лежат на счету. И поэтому могут на это вестись. Но в этот момент надо сохранять просто здравый рассудок и адекватно оценивать ситуацию. В случае возникновения подозрений банк может заблокировать ваш счет. И для разблокировки необходимо будет обратиться с документом, удостоверяющим личность, в банк, который заблокировал данный счет. Жизнь каждого человека в его руках. В современном мире необходимо всегда оставаться бдительным. Если вы заметили подозрительное объявление или ссылки, не поддавайтесь натиску преступников. Немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. Берегите себя. В Беларуси православные верующие 16 ноября отмечают Михайловскую родительскую субботу. Согласно приметам, мороз, ударивший в этот день, указывает на теплую зиму. Если же утром, то зима окажется снежной. В том случае, если дым поднимается столбом из трубы, то будут сильные морозы. Какая погода ждет нас в ближайшие дни, знает Виталий Гаврусев. 16 и 17 ноября фронтальные разделы, а также неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения, будут поставлять в Беларусь осадки в виде мокрого снега и дождя. В воскресенье местами по стране прогнозируется сильный порывистый ветер. Ноябрь – самый непредсказуемый месяц. Стоять на стыке осени и зимы очень сложно, но такова его участь. Это последний месяц осени и предпоследний месяц года. Предугадать с погоду трудно, даже имея статистику и самый точный прогноз. Поэтому, выходя на прогулку, необходимо теплее одеться, укутаться в шарф и обязательно взять зонт. А вдруг пойдет дождь? Дели и прилегающий к нему мегаполис, в котором проживает более 30 миллионов человек, неизменно возглавляет мировые рейтинги по загрязнению воздуха зимой, что по оценкам сокращает продолжительность жизни жителей столицы до 7 лет. Из-за повышения уровня все начальные школы в столице перешли на онлайн-занятия. А тем временем в Непале 192 человека погибли и 31 пропал без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. В выходные дни во многих районах Беларуси будут осадки, дождь, а ночью с мокрым снегом. В утренние часы слабый туман, гололед на отдельных участках дорог гололедится. Ночью прогнозируется от минус 3 до плюс 4, днем от 3 до 8 со знаком плюс. Так что строить планы на единственный на этой неделе выходной предстоит с учетом зимней погоды. Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Те, кто выбрал служить Гиппократу, вместе с собой они принесли теоретический опыт прошлых поколений и стремление показать себя на деле. Кто они, молодые специалисты сферы здравоохранения? Все подробности в новом выпуске «Зумеры онлайн» не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok